Я, например, не совсем понимаю, на что именно были потрачены деньги. Когда я к ним приходил, мы общались вот в таком виде, как мы сейчас общаемся с вами. Просто говорили, я им высказал предложение нашей организации, они их записывали, заносили их в свои компьютеры. И здесь как бы непонятно. Ну, как бы они мне говорили, что они проводили исследования, они ездили на маршрутках, да? Ездили там группы людей, которые замеряли пассажиропоток. То есть, возможно, это затраты были на какие-то исследования. Но вы на общественных началах занимались этой работой. И что в итоге получилось? Что вышло из этого плана? В итоге, смотрите, мы с ними, ну, то есть, как бы наш университет при моем участии, при участии общественных организаций, создали довольно неплохую маршрутную сеть, которая позволяла уйти от дублирования маршрутами. Почему дублирование – это плохо, да? Потому что, когда маршруты едут как бы вместе, друг за другом, это порождает системное и, скажем так, ежеминутное нарушение правил дорожного движения. Ну, об этой проблеме мы тоже, да, поговорим, авдублирование. Старили так, вы планы. Да, а в итоге, да. И что сделали маршрутную сеть? Это документ який? Да, это документ, который… Кому вы его передали? Ну, не мы, ну, не мы, а Криворожский университет. Ну, вы знаете про это? Передал, да, в горосполком. И дали доли, я кажется. Передал в горосполком. И дальше, как сказал на публичных слушаниях по этому поводу замначальника отдела транспорта Станислав Сенкевич, ну, после этого были публичные слушания, он сказал, мы взяли на вооружение этот проект маршрутной сети и будем его использовать, ну, в будущем. Субтитры создавал DimaTorzok